За две недели в Мелитополе злоумышленники уничтожили 8 пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. С одной стороны, неудобства для местных жителей, с другой – убытки для громады. Покупка новой емкости для мусора – удовольствие недешевое. Один контейнер стоит более 3000 гривен. Набеги на мусорные контейнеры во дворах мелитопольских многоэтажек неизвестные совершают завидной регулярностью. Причем в разных районах города. Чаще всего ночью. Поджигают. И даже если огонь горожане успевают заметить, спасти коммунальное имущество обычно не получается. На утро от пластиковых емкостей остаются только колеса. Я выскочила сюда, когда подъехал мужчина, он говорит, что он работал пожарной. Вытащили вот эти два ящика, это был средний ящик. А два они вытащили ящика, а тот полыхнул мгновенно, они видно пластмассовые. И они прямо погорело, вы знаете, такой огонь был. Ну, сразу приехала пожарная, затушили, но он уже почти сгорел. За последние две недели вандалы уничтожили 8 контейнеров, а с начала года – 20. Заменить их предприятие «Ремонди-Смелитополь», соучредителем которого является громада города, планируют на металлические. Правда, руководство предприятия признает, что это не лучший выход. А в Европе металлических контейнеров стоят только, еще раз говорю, неблагоприятные районы, промышленные зоны. Все частные, то есть частный многоэтажный сектор там оформлен на пластиковом контейнере. Это легче, это проще, это эстетичнее и красивее. По каждому из фактов порчи контейнеров предприятие обратилось в милицию. Но до сих пор ни одного злоумышленника не поймали. Пока надеются, что мелитопольцы проявят сознательность и со временем проблемы с порчей контейнеров для бытовых отходов исчезнут.